Что-то я в последнее время как-то вот знаете, расстроен. Новостей, связанных с Блэк Рашей в новостных сообществах, в новостных вот этих вот всех изданиях и в прочих вещах, их становится всё меньше и меньше. По какой причине? Ну, наверное, понятно, там Блэк Раш не выпускает каких-то обновлений, и, разумеется, закупать рекламные посты, ну, не представляется возможным. На что их закупать-то? На какие вообще вот эти вот все обновления? На что? Но, видимо, потому что они не собираются в скором времени открывать новый сервак, наверное, поэтому каких-то таких, знаете, глобальных больших обновлений сейчас они не выпускают. И увидеть их в новостных журналах мы также не можем. Это прискорбно, это обидно, я сожалею, что вообще вот всё так получается, мне очень жалко. Однако, на эту неделю новости наберутся, а что я буду делать на следующей, не особо понимаю, не особо знаю. Вы можете предложить всё это в комментариях мне, я, может быть, прислушаюсь, я, может быть, как-то вот так, типа, О, чел, а ты предложил неплохие вещи, ты молодец, ты красава, ты вообще-то лучший, ты, ну, вообще, ты вообще, ну, крутой, ты молодец. Ладно, давайте уже перейдём непосредственно к самой новости, потому что что-то я немного, так, знаете, заговорился, и вообще не знаю, что я делаю дальше вот тут со всей своей жизнью. Блэк Раша показали интерьер ночного клуба Мун, под какую музыку будете отжигать? Спрашивает нас мой дорогой друг, знакомый, приятель и все прочие синонимы к слову Рома Злобин. Человек, кто это? Рома Злобин, человек, спрашивает нас, неважно. Так вот, сейчас давайте рассмотрим весь этот интерьер, который вышел вот 11 апреля, который я до сих пор почему-то не обсудил. В целом, интерьер выглядит, опять-таки, классно. Вот что-что о Блэк Раше умеет делать красивые как маппинги, как экстерьеры, так и интерьеры. Потому что до этого я обсуждал вот недавно, прям, по-моему, экстерьер то ли автошколы на Блэк Раше, то ли ещё чего-то, я точно не помню. А сейчас вот ночной клуб, в котором я более чем уверен, в него никто не будет заходить, что он не будет пользоваться абсолютно точно никакой популярностью и ничего такого особого о том, о чём тут уже пишут люди в комментариях, мы не сможем увидеть. Однако, давайте я прочитаю то, что вообще могут написать люди в комментариях. Аха-ха-ха-ха-ха-ха, зажигать серьёзно, она и там будет платно. Разрабам лишь бы деньги. Дорогой Виктор МД, я, может быть, запикаю твоё имя, чтобы тебя там, знаешь, не кибербуллили, а чтобы всё прочее не делали. Хотя, нет, ты это написал в открытом доступе, в сети интернет. Я как бы осуждаю вот эти вот все там, знаете, травли, оскорбления, даже если человек конченый вообще дебил, идиот, и непонятно, как он вообще дожил до своих, там, не знаю, 15-16 лет, будучи вот таким имбецилом. Однако, ладно, я тебе объясню кое-что, Виктор МД. Понимаешь ли, в чём дело? Мы живём в капиталистическом вот этом вот всём мире, и всё у нас тут, знаешь ли, делается для чего-то. В частности, для того, чтобы заработать деньги. И логично, что Black Rush будет делать, ну, практически всё, чтобы заработать эти самые деньги. Но в данном случае, тут, ну, заработать деньги просто не на чем. Максимум это то, что если вот этот вот ночной клуб, он будет в виде бизнеса, и стоить он будет, там, я не знаю, миллионов 15-20-35, я не знаю, сколько стоит бизнеса на Black Rush, тем не менее, вот нечто такое подобное, я думаю, будет и то. Я более чем уверен, что этот клуб будет стоять в госе, потому что кто ходит в клубы в GTA Krimp, или даже в GTA Sampi, кто этим занят? Никто этого не делает. Всем на это настолько насрать, всем на это абсолютно настолько пофиг, что это абсолютно, это рудимент. И добавлять его для того, чтобы он там был, чтобы вы там могли с пацанами, будучи там, вы зашли, вот, сели в BMW, какую-нибудь BMW, все прочие вот эти вот вещи. Поехали в какой-то вот этот вот весь ночной клуб, там начали отдыхать, тусить, ну, типа, это не более, чем роли-плей. А роли-плей, он никому не нужен. Да, многие под моим роликом насчёт штрафов на Black Rush начали писать, да нет, да ты чё, да, роли-плей, да вот всё, то прочее, пятое, десятое, да, роли-плей, да это круто, да это классно, да это всё хорошо. Я не согласен с вами, потому что роли-плей, я играл на Гамбит Роли-плей, и я смотрел много видеороликов по этому проекту, по Гамбиту. И понимаете, в чём дело, это очень скучно, это очень ненужно, даже сами, наверное, уже разработчики понимают, насколько Гамбит РП просто тухлый, такой-то неинтересный, ненужный, фиговый, что просто, ну, невозможно. Единственное, интересно, Гамбит РП, это вот регистрация такая, знаешь, закрытая, такая элитарная, такая не для всех, вот если ты её пройдёшь, то вот ты сможешь быть причислен к лику вот этих вот всех людей, которые прошли эту УЦП регистрацию, которые теперь могут играть на проекте, на сервере Гамбит Роли-плей. То есть только в таком случае Гамбит РП делается каким-то таким, знаешь, элитарным, таким не для всех, таким вот, вот, я смог пройти всю эту регистрацию, а вы, а вы быдло, вы не смогли пройти, вы ашоты, вы вот созданы только для всего того, чтобы там фармить бабки, чтобы всё вот это вот прочее было. И разумеется, Блок Раша в этом плане, это, ну, абсолютно точно не Гамбит Роли-плей, и на Блок Раше в приоритете всегда стояли игровые ценности, верты, всё прочее, и это неплохо, даже наоборот, это замечательно, когда есть какая-то цель всего твоего геймплея, а не так, что ты там, я не знаю, в реальной жизни, вот, гангстер, там, вот это вот всё прочее, у тебя ты там убиваешь на блоке, у себя вот, людей, там, наркотики продаёшь, приходишь такой с работы вот этой своей, своеобразной, садишься за компьютер, заходишь на Гамбит Роли-плей и опять продолжаешь заниматься тем же самым. Хотя у американцев там какой-то есть, по-моему, то ли Лос-Антос Роли-плей, то ли ещё как-то называется весь этот проект, может быть, он уже закрыт, может быть, там с ним ещё какие-то вот эти вот все вещи происходят, это неважно, потому что в данном случае я могу сказать, что на Блок Раше всё идёт таким, знаете, своим чередом, и вот эти вот все интерьеры, экстерьеры, всё прочее, вот эти вот все ночные клубы, это круто, это классно, но кто в них будет ходить, для чего заморачиваться как-то над всеми вот этими вот интерьерами, над всеми вот этими вот клубами, над всем прочим, если они не будут пользоваться спросом абсолютно точно никаким, я не понимаю. Возможно, я неправ в данном случае, как я всегда говорю, потому что я человек, мне свойственно ошибаться, мне свойственно быть неправым в каких-то определенных ситуациях, и тут я думаю, что это не исключение, что я в самом деле могу быть неправым в данном конкретном случае, в данном конкретном эпизоде, и возможно, что есть этот ночной клуб, он будет пользоваться спросом, а я просто такой, знаешь, хейтер, завистник, ненавистник, который все хейтит, которому лишь бы что-то засрать, которому лишь бы что-то захейтить, а все остальные вот эти вот вещи, которые есть на Блэк Раше, они созданы вот для людей, и люди всем этим пользуются. Возможно, я не могу этого отрицать абсолютно точно никак И поэтому, ну как бы, кто я такой, чтобы все это отрицать? По клубу, по самому интерьеру клуба, что я могу сказать? Он выглядит обширным, он выглядит красивым, он выглядит интересным в первую очередь И даже, когда ты смотришь, тебе порой кажется, что, ну это невозможно Каким образом все получилось именно так? Как вы вообще все это сделали? Это будто бы какой-то, я там не знаю, пререндер Скорее всего, в игре это будет выглядеть очень плохо, очень несуразно Но какие-то общие черты от всего вот этого, знаете, рендера, который нам тут разместили Возможно, что оно вот все тут будет Вполне возможно, я не могу это отрицать Как это отрицать, не можете и вы, впрочем Однако, я думаю, что на этом уже можно подвести черту по данным видеороликам И сказать, что все, вот это вот было весь обзор вот этого всего интерьера нового бара, нового клуба на Black Rush Если вам все это понравилось, если вам все это не разонравилось Если вы вообще подписаны на мой канал и не отписываетесь после роликов по Black Rush Что вы замечательный человек И вообще, я вас всех благодарю за просмотр данного видеоролика Всем, знаете ли, спасибо за то, что посмотрели Если вы всегда хотели начать свою игру на GTA, CRMP, проекте, сервере и на всех прочих вещах под названием Black Rush То у вас есть прекраснейшая возможность Потому что в описании под данным видеороликом Есть ссылка на скачивание клиента, лаунчера и всех прочих вещей, связанных с Black Rush Там же есть мой промокод хэштег ZDS Там же есть мой никнейм Данила КПРФ Который вы можете ввести при регистрации своего игрового персонажа И чтобы все у вас было хорошо, замечательно и круто Я думаю, что вы меня понимаете, что мы друг друга вообще поняли в данном случае И всем спасибо за просмотр Увидимся тут же завтра Я надеюсь, что все это произойдет в 20.00 И ни минутой раньше, ни минутой позже, ни секунды раньше, ни часом позже Всем спасибо, всем до свидания И всем, разумеется, пока и хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok